Здравствуйте, Владимир Владимирович, Верслады, Секаны. Итак, продолжаем отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если у вас возник вопрос, задавайте все ссылки в описании. Так, Александр. Секан, что подарить тёханке? Что подарить тёханке? Ну, давай, поскольку Александр у нас уже президент, а Денчик всё-таки наш недавний гость. Так что, Денчик, что же подарить тёханке? Ну, в зависимости от того, сколько ты планируешь потратить на этот опалфельс. Ага, так, давай определимся с бюджетом. Ну, к примеру, если ты обычный нищеброд, и, к примеру, у тебя есть, давай в долларах, чтобы всем было понятно, ну, скажем, около скольки там, 10-20 долларов у тебя есть. Нифига себе состояние. Далее, ну да, кстати. Далее нужно определиться с событиями непосредственно. Ну, к примеру, просто ты её хочешь, ну, скажем так, просто задобрить. Где-то ваши начинаются только отношения у вас, например. Это значит букет цветов и коробка конфет каких-нибудь. Это, опять же, банальный конфетно-букетный период. Без этого никуда не деться. И поэтому я считаю, что это в пределах 10-20 долларов-то, в принципе, норм. Если же у тебя чуть-чуть больше денег. Буссбелье, такое невозможно, но продолжай мысли. Ну, в таком случае нужно подарить, возможно, подарить какие-нибудь духи, например. Так она подумает, ёб, твою мать. Нет. Если это естественно будет. Запомнить, запомнить мысли, я просто перебью вспомнил. Когда-то один человек, который жал в девятом классе 140 килограмм, не будем называть имён, он подходит ко мне в школу и говорит, типа, хикан. Вот там есть одна баба, которая уже упоминала, у неё была крикуха БТР. Ну, БТР, потому что она была очень большая, например. Очень большая, действительно, как БТР. И весело приблизительно так же говорит, хикан, от неё воняет навозом. И он так и сказал, таким тоном. От неё воняет навозом. Шашель ты тут? Ладно. Короче, она подумает, блин, да от меня же несёт, от кобылы какой-то. Да, ну, это глупости бред, потому что баба, когда идёт там, ну, грубо говоря, свидание, да, это называется. Она-то за собой как-то ухаживает, и она не допустит того, чтобы от неё несло. Правильно? Если она панк вёл, например. Ага, ну, тогда я предлагаю на 10 или 20 долларов купить бырло. Вот, как я грамотно подвёл. Понимаешь, ну, блин, все эти конфеты, цветы, это уже прошлый, не то что век, так вот, кроманьонцы, пятикантропы, всё это вот там осталось. Это, эти игры не для нас. Для нас что? Я помню один мой человек, один мой человек, один знакомый, помнишь, как в песне Увертинского? На кладбище снег был чище, голубее городского. Он как-то, у него не было денег, у него действительно были деньги только на бырло. Но он как-то, наше незабвенное Керномское кладбище, он прошёлся, там были вот эти свежие могилки. И с могилок он с одной, там, знаешь, есть люди, которые, ну, скажем так, высокого статуса. И они остаются высокого статуса, даже уже почив, например, уже приставившись. И родственники у них богатые остаются. Поэтому они кладут на могилу, ну, какие-то розы, например, ну, ты сам понимаешь, статусные цветы. И он как-то, ну, просто, знаешь, там, допустим, чётное количество было, там чуть ли не охапка, может, авторитеты какого-то похоронили. Ну, и я бы, знаешь, мог бы сомневаться в достоверности этой истории, если бы я его не знал. Ну, не суть. И он говорит, ну, я взял там цветочков, понабирал там, этих взял, этих. Потом думаю, ну, да нахер надо, вот розы лежат, он прям, хоп, взял и пошёл. Ну, естественно, чёрные ленточки выкинул и девочке подарил, например, вот. Он приходит с цветами, с букетом, довольно-таки он рассказывал, внушительный был. И бырло купил, например. Вот так вот. Тебе не кажется, что так проще? Конечно, проще, но никто ж, ну, мы не знаем конкретно, за какую женщину или девушку идёт речь, правильно? Ну, понимаешь? Я предлагаю, нет, бырло, естественно, не исключать, но напиток можно купить, ну, немного, что ли. Золотой колодец за руб 50-ка? Да, да, да. Ох, я помню эту историю, ну, она не с тянутся, но просто хорошая. А куда он пропал, кстати, этот колодец? Туда же, куда и всё пропало, ну, не суть, ладно. Ля, ты вспомнил, блин. Что я вспомнил? Верни мне мой 2004-й. Золотой колодец была крутая, да? А она только вода была, да? Какой вода? Напиток? А чем ты запивал водочку за 6 рублей? Напитки ананасовые, апельсиновые, на вкус это было... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, что-то ты совсем, твоя печень уже забыла эти ешки. Ну, не суть, короче. По сравнению с золотым колодцем, Юпи и Эльвайт, это было просто напиток богов, нектар, собственно. Кстати, я слышал слух, что в Юпи находятся эти радиоактивные отходы с Италии, короче. Да, это суть. Ну, не суть. Короче, там на Ильича, по-моему, там был по левую сторону магазин «Седой граф», если вы помнишь? Ну, я знаю. Вот. Ну, естественно, там уже нихера нет, если ты помнишь, то так класс. Там была водочка за 6 рублей, за 5, короче, за 5 с копейками, только за 5,65. Ну, не суть. Пшеничная и водка называлась «Графска». Да, «Графска». Вот. Ну, сейчас объясню. И мне до этого чувак звонит, ну, то, что жалоба, 140 килограмм. Говорит, «Хикан, а вот поехали сегодня какой-то там то ли суперкубок, то ли ещё что-то, я уж не помню, пиво попьём». Это был 2004 год, кажется. Говорит, ну, поехали, пиво попьём. И потом мы что-то приезжаем, а матч ещё не начался, и мы заходим в этот «Седой граф», и что-то там так получилось, что водочки набираем за вот 5,55 или 5,65, и пиво, и пиво получается, что это в месте золотого колодца, короче, и оно идёт. Мы куда-то идём в дворы, туда, в центр, там не сядут ментов, никого, всё обоссано, людей куча, там и, короче, ну, это просто какой-то, это ад, например. И мы в каком-то дворе всё это развиваем, всё это распиваем. Ну, и все, да, теоретически пиво мы попили. Ну, просто сначала. Вот, знаешь, помнишь Олимпиаду? Ну, когда ставишь в форме, тут вот, пиво-водка, пиво-водка, пиво. Вот, и сначала пиво-водка, пиво-водка. Или наоборот, я не помню уже, и ты это пьёшь. И потом, ну, на футбол мы так не попали, я помню, проиграли тогда Шавковский за его вратарю. Блин, я помню, как идём без штанов, по городу, по центру. Один придурок, короче, какая-то здоровая такая, такое бревно, короче, он его выкатил на дорогу. Я смотрю, там менты едут, я быстро беру это, ну, в 13 или в 14 лет, беру это бревно, быстренько обратно его на тротуар, менты проезжают, типа, показывают. Ну, хорошо, хоть и мы просто день, наверное, было, молодец, понимаем. То там в трусах идёт, то, ну, просто голый. Раньше, я помню, как-то менты либерально относились к этой всей фигне. В парке Щербакова там идут все какие-то пьяные, ужратые, говно. Мы потом уже, наверное, через буквально уже пару лет, там даже запретили бухать, например. Вот, я не знаю, зачем это раздал, просто хорошее вспоминают, почти как Гордианский с одной дурой. Вот. А вообще, о чём мы говорили? А, что подарить? Подарок под хуй агарок. Вот, что подарить, например. Ну, поскольку у тней нет хуя, если это не совсем тня, если это не как конструктор лек, где-то можно, да? Добавлять. Собрать или как Исида. Помнишь же мифы об Исиде? Ну, вот, как он там под хуёк делал, например. Вот, так что же, что же подарить всё-таки тян? Вот, я предлагаю всё-таки остановиться на вот этих моментах, отметить обязательно для себя и убедиться, что за тян, какой там промежуток отношений. Если только начальной стати, ты хочешь, чтобы вот-вот это произошло, ты её хочешь задобрить. Бырла, бырла, бырла и бырла, всё. То есть, дарить бырла, а как же у нас же зёж на крестах? Ну, так можешь не пить бырла, главное, чтобы баба бырла насосалась бырлой и уже ничего не понимала. Мы же к этому ко всему подводим, верно? Все же хотят продолжать свой род, который, желание-то заложено у нас генетически, а это самое верное. Ну и шо, тебе будет класс-то с алкашкой, блядь, какой-то жить? Я же говорю, нужно определиться сначала со статусом отношений, да, что-то. Ну, мы определились. Ну, всё, определились, бырла купил, вместе там бырлом залились. Ну, купи шампанского, две конфеты, две бутылки шампанского. Сам меньше пей, а она пусть больше пьёт. Всё. Всё, мы же к этому понравились. Лучше бутылку шампанского, а потом водя. История о шампанском. Когда я ещё работал в офисе, как-то звонить мне они чувак, ну, как тебе сказать, блин, ну, не буду, ладно. В общем, и он говорит, у него шаха, шаха была, говорит, я сегодня хочу к тебе приехать там с одной тяной. Ну, у меня там просто был мощнейший плацдарм для садомии, например. Вот, и он мне звонит, говорит, вот, вот, так и так. Говорит, ну, хорошо, приезжай, там, ну, в принципе, я ничего не наличал, а сегодня. Он приезжает. И потом с ним ещё два типа приезжают. Ну, мы просто решили с ним там портвейновать, ну, не суть. И мы сидим, распилываем этот портвейн, и он что-то говорит, сейчас это тянут, ну, она пошла там по своим делам, достает, короче, бутылку шампанского. Ну, бутылка, шампанское, бутылка. Он говорит, гадай, за сколько я её взял? Я говорю, ну, не знаю, ну, вроде недорогое, может, там, ну, доллар тогда был один к восьми. Я говорю, ну, пусть там за три доллара, может, четыре, ну, пять долларов. Говорит, я за восемь гривен купил. По акции, например. За восемь гривен по акции, это один доллар, считай. Ну, по старому, восемь гривен, один доллар. Я говорю, блин, ну, неужели ты это будешь пить? Нет, говорит, вот, я этот, ну, знаешь, просто как для вида купил, знаешь, чтобы тянут клюнул, чтобы он подумал. Он же, я ещё, ну, такой любитель был накинутся, говорит, вот, я сейчас, может, там, может, он вообще сказал, что я его там какой-то телохранитель. Ну, такую херню, какой-нибудь. Ну, тёлочка любит, это статусный мужик. Ну, это, знаешь, может, там, отель какой-нибудь, или офис каких-нибудь там масонов, финансистов, короче, ну, не суть, вот. И он приехал быстренько, мы там сидим в портфейн, этот пьём. Ну, всё, всё, тян пришла. И он быстренько пришёл с ним на кухню и слышим там, ааа, ааа, ну, это не он кричал. Вот. И он быстренько выходит и говорит, ну, хорошо, ладно, ну, пока. И дал ей 2 рубля на маршрутку, например. Аааа! Ну, то есть, ты понимаешь всю трагедию на привет? Ну, да. Он её, как бы, ей воспользовался, он её привёз, потратил 8 грин, она шампанское, вот. А потом говорит, ну, ладно, мне просто, знаешь, бензин там дорогой, знаете, 2 гривны на маршрутку, они там ещё ходят. Может, на последнюю ещё успеешь? Не успеешь, ну, может, держу трамвайчик, там, 5 утра, нормально всё. Ну, подождёшь, там, по-моему, это зима была, но я не помню. Кампуктира. 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 Кампуктира.